На днях в Екатеринбурге люди в масках и с оружием проникли в логово безымянной целительницы и ведуньи, по виду правда больше похожей на пожилую цыганку. По версии следствия она на пару с дочкой 4 месяца назад посредством заговоров и тухлого яйца сняла с бабульки 41 года рождения порчу почти на миллион рублей. Цыганский дворец на улице Краснокамской, это на визе, силовики наведались ночной порой, когда даже черти в аду третий сон досматривают. Без толку топтаться у закрытых ворот омоновцы не стали. По приставной лесенке чудесинки забрались на крышу гаража, почти бесшумно спустились во двор и открыли калитку полицейским с собакой. Разбуженные обитатели цыганского особняка явно гостей не ждали, повыскакивали из спален, в чем мать родила, то есть в ночных халатах. А предполагаемая хозяйка жилища, та самая цыганка 66 лет от роду, ловко снимавшая с глаз со злато-серебра и крупных купюр доверчивых клиентов, потребовала от незваных визитеров в масках закрыть двери, хоть и с этой стороны, дескать сквозит, а в доме дети малые. Да подлинно неизвестно, кем приходится той цыганке полуголый мужик, но его росгвардейцы без сантиментов уложили пузом на пол. И роскошный ковер, один из многих в цыганском особняке, той ночью цыгану очень пригодился. К обманщицам-ведуньям матери и дочери полицейские нагрянули честь по чести с ордером на обыск и с постановлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере. Следствие полагает, что цыганки облапошили немало доверчивых пенсионерок. В подтверждение этой версии полицейские в ту ночь в ходе обыска обнаружили около двух миллионов в рублях и в инвалюте. Много золотых безделушек, перстни, кольца, цепочки, сережки и целую коллекцию медалей времен Великой Отечественной. Их происхождение старше из цыганок объяснило очень просто. Дескать, некий мужик заложил ей медали в обмен на бутылку водки. То есть ты ему бутылка, а он тебе медалей? Да. Скупаешь, значит, медали, да? Я их не скупаю. Ну, за бутылку скупаешь? Ну, он говорит, я приду тебе отдам эту бутылку, ты мне отдашь, и так я не приходила. Так насопилось у тебя столько медалей, да? Да, он в одну коробку сразу. Это все один ты медаль, ты приносишь? Да, один. В гараже цыганского особняка силовики обнаружили недешевую иномарку – Тойоту Камри без номеров. А в хозяйских шкафчиках отыскались и одежка сходная с той, в которой цыганки засветились на деле, и набор париков разного фасона. А в комоде на нижней полке силовики обнаружили целую стопку отпечатанных типографским способом объявлений с телефонами, в которых безымянная гадалка, таролог, целитель, белый маг и медиум, одним словом, специалист широкого профиля по нетрадиционной медицине предлагала своим клиентам услуги по снятию порчи. На вопрос полицейских, что за женщина на фото, цыганка лишь плечами пожимала и уверяла, что все это добро давно уже в комоде валяется. Следствие, впрочем, не верит в такую забывчивость, полагая, что обманщицы действовали весьма изобретательно. В частности, перед 78-летней пенсионеркой они целый спектакль разыграли. Младшая из цыганок, 43-летняя женщина, до небес превозносила старшую ведунью за то, что та ей якобы помогла, и она ей по гроб жизни обязана. А зрелая гадалка предложила доверчивой женщине из пехоты сбегать в ближайший магазин за яйцами. После покупки кто-то из цыганок ловко подменил одно яйцо на испорченное, и ведунья показала ошарашенной клиентке почерневший желток, утверждая, что на ней порча. Порча оказалась большой, потянула на 936 тысяч и 500 ре. Похоже, мать с дочкой и свою карму изрядно подпортили. Нечаянно нагадили себе и нагадали долгий путь по этапу. А пока... Одна из задержанных помещена под стражу. В отношении второй избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полиция обращается к гражданам, которые стали жертвами противоправных действий данных лиц, с просьбой сообщать об этом в органы внутренних дел. У МВД России по городу Екатеринбургу также в очередной раз просит граждан бдительно относиться к своим денежным средствам и не передавать крупные суммы малознакомым людям ни под каким предлогом. Убранство цыганского дворца на Краснокамской – это отдельная песня. Оказывается, золотые мебеля – это вовсе не фигура речи. Вероятно, в цыганском понимании все это и есть. Предел человеческих мечтаний. Эдакий шик с отливом. А ведь когда-то цыгане в нищенских кибитках кочевали по стране и чувствовали себя совершенно свободными от золотого тельца людьми. А седлость явно цыганам не пошла впрок. А жаль.